Микрофон включить? Он, по-моему, работает. Он, по-моему. Ну, меня слышно. Ладно. Вопросы есть ли к Галине Викторовне? Спасибо, Галина Викторовна. У нас есть некие изменения в программе. Ирина Степановна опоздала на предыдущую сессию. Поэтому расширение возможности терапии боли, фокус на безопасность Ирина Степановна Дыдыкина. Дорогие коллеги, я приношу глубочайшие извинения. Глубоко уважаемая Марина Зиновьевна, я действительно стремилась не опоздать. Мы не сомневались. Да. Значит, предыдущая секция должна была закончиться сообщением, в рамках которого я хотела бы сообщить о том, что существует некое расширение возможности терапии боли, и фокус на безопасность в данном случае совершенно очевиден. С чего начинается любое сообщение? От печки. С того, что в 2016 году пациенты, страдающие костно-мышечными заболеваниями, они превысили распространенность заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но при этом инвалидизация и место среди пациентов, которые направляются на МСЭК и признаются нетрудоспособными, остается третьим в очереди за пациентами, страдающими болезнями костно-мышечной системы. Все сидящие в зале прекрасно знают о том, что обращение к врачу связано с проявлениями какого-то неблагополучия, и самым частым неблагополучием является боль. В качестве препаратов для лечения боли, и это совершенно очевидно, совершенно обоснованно, назначаются нестероидные противовоспалительные универсальные средства, которые обладают одновременно противовоспалительной, анальгетической, жаропонижающей активностью. И, соответственно, в нашей стране, и не только в нашей стране, являются лидерами назначения для лечения боли. Более того, в нашей стране опыт работы с литературой показывает, что достигнут совершенно замечательный результат, а именно создание национальных клинических рекомендаций по рациональному использованию нестероидных противовоспалительных препаратов, и в этих рекомендациях четко прописано, кому давать, кому не давать, показания, противопоказания, соответственно, средства для профилактики возникновения неблагоприятных эффектов. Единственное, мне все-таки хотелось бы сделать маленький акцент в связи с тем, что заболевания сердечно-сосудистые в нашей стране чрезвычайно распространены, а пациенты с болезнями костно-мышечной системы и заболеваниями сердечно-сосудистой являются частыми пациентами на приеме. Я бы хотела обратить ваше внимание, что международная организация, в частности, американская организация Food Drug Administration обращает наше внимание, внимание своих докторов о том, что, безусловно, пациентам с кардиоваскулярными рисками нельзя назначать одновременно два препарата из НПВП. Риск не зависит от предшествующего коморбидного фона, а самое главное, очень четко прописаны противопоказания для назначения НПВП. И что делать с этими пациентами, испытывающими боль, испытывающими дискомфорт, каким образом оказывать им помощь. Что мы знаем о тех факторах, которые, продолжая мысль, которую высказала Галина Викторовна, об ауторегуляции, о приеме, о влиянии микробиоты на метаболизм лекарственных препаратов, на прогрессирование собственных заболеваний, неважно, какая природа у этих болезней, другое дело, что у меня нет такого оптимизма, как у Галины Викторовны, что в ближайшее время мы получим ответы на эти вопросы. Уже сегодня заложено в три раза больше денег на изучение микробиоты по сравнению с тем количеством денег, которое было заложено на изучение генетического типирования, на изучение генотипов. Так вот, обсуждая общность системных факторов риска, обсуждая общность основных патогенетических факторов и маркеров, мы с вами приходим к заключению, что, безусловно, это группа пациентов, страдающих костно-мышечными заболеваниями, у которых есть общие механизмы развития воспаления и боли. Соответственно, учитывая полученные данные и имеющиеся данные, появляется новое направление изучения подхода к лечению пациентов. И этот подход как раз и называется биорегуляционный подход, который принимает во внимание не только этиологические, патогенетические, этиотропные и генетические, принимает во внимание большое количество факторов и предлагается совершенно новый механизм не линейного, а системного подхода при анализе факторов риска и выбора лекарственной терапии. Что собой представляет так называемый биорегуляционный подход в лечении? Ну, это прежде всего использование высокоактивных лекарственных препаратов, которые обладают минимальным лекарственными взаимодействиями, межлекарственными взаимодействиями и оказывают достаточно высокий эффект, ожидаемый эффект в комплексном лечении, в комплексном лечении заболевания. Сегодня в качестве препаратов биорегуляционной терапии рассматриваются продукты компании HELL, которые существуют на рынке более 60 лет, которые представлены преимущественно фитопрепаратами. Со многими мы знакомы и с травматологической практики. Опыт у травматологов есть по использованию травмелия, по использованию ЦЛТ для лечения боли, воспаления у пациентов. Исследования, которые были проведены, показали, что биорегуляционные препараты, о которых мы с вами говорим, обладают свойствами нестероидных, обладают свойствами противовоспалительных препаратов. Они ингибируют провоспалительные цитокины, при этом стимулируют так называемые Т-регуляционные клетки и осуществляют защитные функции, что вместе позволяет уменьшить воспаление. В отличие от нестероидных противовоспалительных препаратов, данные препараты действуют на фосфолипазу, то есть они действуют не на циклооксигеназу, а на фосфолипазу, и тем самым не уменьшается концентрация простагландина Е2 и нет тех ожидаемых неблагоприятных реакций со стороны слизистой желудочно-кишечного тракта. Клинические исследования, которые были проведены в отношении пациентов с болью в суставах в результате растяжения связок голеностопного сустава, показали сопоставимый эффект локальной терапии НПВП и геля Троумель. При эпикандилите сопоставимый и превосходящий эффект Троумеля по сравнению с нестероидными противовоспалительными препаратами. Всем известен алгоритм пошаговой терапии остеоартрита. И первый шаг – это как раз тот уровень, на котором необходимо, возможно назначение лекарственных препаратов, которые оказывают вот этот вот анальгетический системный эффект. Наши коллеги-травматологи провели достаточно изящное исследование, в рамках которого были пациенты с остеоартрозом. И боль была больше 55 мм по визуальной аналоговой шкале. Три группы. Одна группа принимала деклофенак 150 плюс амепразол, вторая – Троумель и ничего более, третья – комбинация деклофенака с амепразолом и Троумель. Лечение составило 1 месяц. В ходе анализа было показано, что да, конечно, деклофенак, да, конечно, комбинация начинают работать быстрее, эффективнее, но если вы посмотрите на вот этот вот Б уровень, тогда когда пациенты уже пришли к некоему результату, оказалось, что пациенты, которые принимали Троумель и комбинацию с Троумелем, они испытывают минимальную боль, тем более, что там допускалась отмена препарата. Отмена НПВП произошла в третьей группе, там, где была комбинация с деклофенаком, у большего количества пациентов, нежели в первой группе, где была монотерапия. Другой препарат биорегуляционный, компания Хель, представлен продуктом с торговым названием, соответственно, ЦЛТ. Этот препарат анализировался, его эффективность анализировалась по всем законам, рандомизированным, контролируемых медицинских исследований. И в рамках данного исследования при гонартрозе с синавитом проводилось три внутрисуставных инъекции Троумеля в комбинации с ЦЛТ внутрисуставной, один раз в неделю, и наблюдение длилось в течение трех месяцев. На слайде представлены результаты эффективности, и совершенно очевидно, что по сравнению с плацебо, в качестве плацебо был изотонический раствор, пациенты в основной группе чувствовали себя лучше, боль уменьшилась, признаки синавита исчезли, ну и, соответственно, результаты. Продолжая мысль, которая была высказана Галиной Викторовной, мне хотелось бы подчеркнуть, что, безусловно, мы с вами находимся в ситуации, когда очень много лекарственных препаратов, большая информация и доказательная база как по эффективности, так и по неблагоприятным реакциям, и мы с вами вынуждены, особенно у коморбидных больных, искать альтернативу. В качестве препаратов, которые могут использоваться безопасно, биорегуляционные препараты, в частности Троумель, ЦЛТ, опыт применения которых составляет 60 лет. Спасибо. Спасибо, Ирина Степан.